Дорогие друзья, всем добрый день. Мы приехали к Абенине. Привезли лекарства. Купил кефирчик. Булочки с корицей. Сейчас пообедаем. И поговорим. Смотрите дальше. Здравствуйте, я вам звоню. С кем это вы там? Кто звонит? Давай. Ну все, пойдемте. Пить кефир, есть булочки. Сейчас я вам все расскажу. Там лекарства купил. И это самое. Как у вас дела, как здоровье? Все в порядке? Привет. Как ты говоришь, воды не пить? Если из вены кровь сдавать, наоборот, надо пить? Нет, не надо кровь сдавать, воду пить. А кровь сдавать надо. Но это будет завтра. Там надо, чтобы были на голодный желудок и воду не пить. Это из пальца. Ну и из пальца будем сдавать. Кровь, мочу, кардиолога вызовем еще. Ну это завтра будет. Пойдемте. Так а я же на биохимию хотела. На биохимию? Ну да. Зачем? Ну мне надо узнать, нет ли у меня сахарного диабета и холестерин. А, ну давайте сделаем вот эти общие анализы. Там уже покажет, что нужно, в каком состоянии организм. И там уже будем решать, что еще дальше нужно, да? Ну все постепенно, то есть. Правильно? Кошка? Я сегодня вообще с читами не спала. Почему? Что случилось? Ну что, это самое. Что беспокоило? А, это самое. Лампочка-то там не горит. А, про лампочку забыл совсем. Забыл. Привезу завтра. Так, ребята, ну вот. Дома чистенько. Алла, большое спасибо. Да? Алла, молодец. Ага, конечно, молодец. Так, в одну минуту. Сейчас будем с вами обедать. Это что вы достаете? Вещи ваши, которые вы забыли. Окрошку? Ну да. А можно я с собой возьму? Ну пожалуйста, только баночку. А баночку потом привезу. Ну конечно, баночка-то вообще на вес золота. Ну, а это же не моя же Лариса давала. А я там... Соседка? Ложечкой попробовала. Не-е-е. Ой, ну как хорошо. И полы помыли, да? Видите, как чистенько все. Ребята, дома чистенько. Бабня, вы что, опять кашу варили? Гречневая? Все. Опять кашу варили? Я все время кашу варила. Да? Всю дорогу. Ну пойдемте. Я купил булочки вкусные. С корицей, как вы и хотели. Да? Одесса. Где покупала? А там пекарня такая. Они прям сами это пекут. Ребят, рекомендуем, кстати, ссылочку потом оставлю. Очень вкусные булочки. Давайте присаживайтесь. Я вам сейчас все расскажу. А это булочки называются? Смотрите на пекарня. А есть стаканчик? Вот стаканчик помыли. Так, ребят, сейчас я налью и продолжим. Так, ребят, кефирчик 3,2. Бабня, говорит, жирный, да? Жирный. Да, нормально, пойдет. Вот, 2,5. А, 2,5? Ну ладно, сейчас 2,5 возьму. Какой был такой взял? Нормально? Ади стаканчик. Я стаканчик себе на. Там нет воды? Нет, чистую воду. А этот с собой возьмешь? Ну, а сразу... А крошку? Тебе, конечно. А крошку ладно, с собой заберу. Так, в общем, Бабнин, по лекарствам. Нате, разбирайте, открывайте. В общем, там лекарства. Там есть способы применения. Кстати, этого не было. Чего вы пьете-то этот, как он, корвалол? Корвалола не было, но там другая штучка. Нет, пустырник. А, пустырник. Ну, там что-то другое Юля дала. Юля, спасибо большое. Да. То есть там даже не укольчики, получается, а эти, как они? Таблетками. Еще даже лучше уколы ставить не надо. Ого, кормить хорошо. Во! Колезненный. Ну, ничего, хорошо помогает. Хорошо помогает? А, а я потом, что-нибудь, актовегин не надо было. Ага. А, перец там. Ну, пойдет? Да, это я не знаю. Я не знаю ничего. Так, в общем, бабнин, завтра вы тогда с утра не кушайте вообще ничего и воду не пейте, ладно? Приедет девочка, я приеду с девочкой. Так, я сегодня в 5.42 уже выпила лекарства, если я ночью не спала, да? Нет, вы ничего не пейте, ни лекарства, ни кушайте. Нет, она будет и из... Она работает в лаборатории, то есть в клинике. В клинике здесь. Какой? Немой городской? Нет, не скажу название, то есть не буду делать рекламу. Вот. То есть она специалист, она возьмет анализы и отвезет в лабораторию. Сделает анализы полные, состояние организма и даст уже заключение, что нужно нам дальше лечить, ладно? Чтоб нам не заниматься самолечением, как называется, как говорится. А мы сделаем все грамотно и правильно. Хорошо? Шприцы. Ну пусть это пока лежит, пусть пока лежит, а завтра мы сделаем полное обследование и потом уже начнем лечение, какое нужно быть. Ладно, назначат. То есть там хорошие специалисты, не переживайте. Нет, ты скажи, где она работает, девочка эта? В клинике. В какой? Не буду называть, потому что это будет реклама. Нет, а я не говорю. А рекламу бесплатно никто не делает. Нет, ну не в первой городской? Нет, нет, не в первой. В диагностическом центре? Да, в диагностическом центре. Ну название другое у него. Ну там хорошие специалисты, не переживайте. А, внизу они там, это самое, в диагностическом центре, ну я там сдавала. Да, но не там. Нет, не там. Не там. Ну, все будет хорошо, не переживайте, то есть все сделайте. Понятно. Вы, главное, не кушайте и лекарства никакие не пейте. А мы утром приедем и сделаем анализы, она возьмет кровь, мочу. Ну давайте, наверное, утром, да, сразу, часов в восемь, в девять. Ооо, ты че, я, я же это саму. Что? Все, у меня вот там вот, наверное, уже эти, как его. Чего? Ну бывает же, когда вены засоряется, сам же болит. Болит. А, и вы сразу таблеточку, да? Ну я вот аспиринтососуды расширяется. Ну не пейте, ладно? Подождете чуть-чуть. Часто в восемь, давайте в восемь приедем пораньше, да? А потом вы сразу покушаете. Анализы сделаем там, просто она говорит, надо на голодный желудок и чтобы ничего не кушали. Нет, ну это точно, потому что я знаю, я там сдавала. Все нормально будет, не переживайте. Я же сказал, значит, все будет нормально. Ешьте булочку. Ну вот это я боюсь пить. Почему? Жирно. Да нормально оно. Ну это для тебя жирно. Я же пью. Вон, видишь, сколько? Ничего страшного, пейте. Ну налейте своего хотите. Ну а этот-то пей тогда. Ну я пью свой. Ну и этот пей. Ну выпью, ладно. Булочку ешьте, вкусная булочка. С корицей. А этот самый, может, суп будешь есть? Кушать? Не, не хочу, спасибо. Давай булочку поем. Я дома поел. А что она такая жирная-то? Чем намазана? Бабнин, кефир жирный, булочка жирная. И это. А. Я сидела вот тут и думала, а это самое. О чем? Не будут проверять это самое. Кто? Прививки. На ковид? Да. Не знаю, если хотите, можно провериться будет. Зачем? А не будет мне прививки делать? Нет, не будут. И что? Без вашего согласия кто вам что будет делать? Правильно? Фу. У нас в прошлом году, мне знаешь, как говорила? Я говорю, мне уже 8-10 лет. А мы до 90 делаем прививки. И что, вы сделали прививки? Ты что? Правильно. Не, никто ничего не будет сделать. Мы же здесь будем делать дома. Мы никуда не поедем. Она здесь приедет, на дому все сделает, возьмет анализы и поедет в лабораторию. Мы дождаем, а мы никуда не поедем. Мы дома будем. А, ну я знаю, если там... Бабня, помоги, а? О, открыть не могу одной рукой. Нет, нет, вот с этой стороны. Вот с этой. Вот, видишь? Ага. О, она открывает, открывает. Сильнее, сильнее. О, спасибо. Я с тобой булочку поеду. С кефирчиком. Так что она прямо здесь все сделает, анализы и все. Потом сделает... Полный этот. Да смотри, какая она вкусная. Жирненькая, вкусненькая. Нет. Николь. О, как вкусно. Кокорин это, да? Нет, да. Ну, в общем, то, что нужно по лекарствам, вот эти. Вот эти. Нормально? Это что? Там где-то витаминчики есть, где-то. Вот этот кокорин хороший. Угу. Так. Подожди, а это в капсулах или в уголах? В таблетках. Ну, откройте, посмотрите. Я меня с крыла не смотрел. Так а ночью-то чего не спали-то? Да? Что беспокоило ночью-то? Голова болела? Мысли всякие разные. Ага. О чем? А? О чем мысли? Ну, о чем? Что я это самое сижу, так бы знала бы, пока лось бы да и все. Надо было... Я говорю, давайте не будем заниматься самолечением. Сделаю все. А, вот они, вот эти капли. Корвалол. Пойдет? А это вот способ применения. А карбакчевазы нету у них? Не знаю. Ой. Это кто-то там? Это это. Провизор. Да? Хочет красивый. Ну, аптеки, ну, они так опишут красиво. Это не возле вот здесь, вот в первой городской больнице? Нет. Это... Возле... На независимости 46. Где-где? Независимости 46. Аптека Визион называется. Ребята, если кому что-то понадобится, обращайтесь туда. Очень грамотные специалисты. Порекомендуют, помогут. Это самое, возле дворца Металлургов, да? Угу. Правильно. Ну, там здесь, вот здесь вот, вот здесь вот две. И там две. Да их много по городу. Их штук 300, наверное, по городу. Но вот это вот самая лучшая аптека. На независимости 46. Да, запишите. Ребята, и вы запишите. Баба Нина сейчас запишет. И вы тоже записывайте, обращайтесь туда. А это? Только туда. Независимости 46. Угу. Друзья, баба Нина отказалась пить мой кефир и есть мою булочку. Говорит, не буду. Жирная. Жирная, да. Да. Ну ладно, ничего страшного, я сам покушал. Конечно. Прошу прощения, если вы там за кадром кто-то что-то чавкал. Да, бабни? Все, завтра мы будем сдавать анализы. И там уже будем смотреть, что будем лечить. Да, бабни? Бабни, я подстригся, как нормально, скажите. Что-то маленько седые волосы уже пробиваются, да? Так уже 40 лет, конечно, пора. Да, и жизнь, видите, какая нервная, тяжелая. Живи да радуйся. Мы живем, мы радуемся и людям помогаем еще. А, ну да, а это самое, родители, да. Нормально все справедливо. Часто видит? Да. Да? Месяца два последний раз. А, ничего себе. Да не, недалеко здесь, просто в другом районе. В этом? В Согре. Согр район знаете где? Где там и козавод. Вот как бы нам теперь решить вопрос, да? Да, и это там потом и это решится. Ну, а что ты ходишь, спотыкаешься, падаешь в этот мусор? Да? Тогда ничего, мне самое главное все это. Со здоровьем. Потом, потом. Я же могу уснуть и не проснуться. Почему? Ну, так бывает. Уже было так? Нет. Ну, как не было, но с другими же бывает. Ну, с другими, а вы-то, с лыжной другая. У вас вон здоровье еще сколько. А-а-а. Сейчас все починилось, все будет нормально. Прямо через край. А, что-то. А-а. Ванина, сейчас все таблетки вот так разложены. Мне аспирин рано надо выпить. Рано утром аспирин? Да. Ну, не пей, ладно? Ничего не пей. Потерпи чуть-чуть. Мы в 8 утра уже будем у тебя. А я еще 6 часов не было сегодня выпила. Ну, потерпи. Ладно? Ну, все, пойдем. Так. Ну, что-то, да, сейчас там делаем, помогаем потихоньку. Надеюсь, что в зиме что-то уже получится. Ну, а так они в бане реально живут. Ну, в бане ничего. Да какая там ничего? Она на полках спит. На банных полках. У вас в бане есть? Вот она. Была баня. Была баня. А теперь она лопнула. Понятно тоже. А раньше баня была. Проблема. А где моетесь? Ну, душевая кабина. А, точно у вас там кабинка стоит. И отопление, да, это как оно? Бойлер. Бойлер, да, стоит? Ну, бойлер, ну и печка. Ну, да. Ну, вот так вот люди живут. 58, что ли? Работает? Да. Нет. Да, 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 да. Ну, да, она куда-то устроилась здесь. Она сказала, я во время работы не могу разговаривать. Ну, может зайдет как-нибудь в гости-то? Ой, это далеко. Она едет домой, наверное, надо сразу ехать-то. Она же домой ездит. Или она у мамы здесь, не знаю. Сердце? А? Сердце проверяли? Угу. Что говорят? Это эхо сердца и кардиограмма. Ну, да. Ну, в общем, она сказала, что инфаркт рассосался. Инфаркт рассосался? Рубец говорит, рассосался. Вот так вот, видите? Восстановилась, в общем, все. Можно жить дальше. А? Можно жить дальше. И сейчас только же. Бабнина, а с зубами-то что у вас? У вас их нету зубов совсем? Да нету зубов. Я начала удалять. Ага. Не пойдет? Там еще убирать надо и тут, и это самое убирать. А потом, когда вводили красящее вещество, чтобы там видно было, как кровь проходит. Вот сюда вводили красящее вещество. Оно, видать, это самое на мочевой поддействовало. Такие рези были. Страшно. Ребят, если есть кто-то, стоматологи, может быть, центры какие-то, кто хочет помочь баби-нине, давайте удалим последние зубы и попробуем вставить челюсть. Ну, а что? Хочешь жевать чем-то будет? Чего? Эту кашу-то одну гречневую есть. Сколько вы уже лет на ней сидите? Не, не, не даже так. Вот тут вот один корень. А здесь, я ходила туда на новаторов. Зуева там была. Я только к ней ходила. А потом уже... Это оса. Ничего страшного. А потом, ну все, когда вот это самое, прошла я все вот это, то все страшные рези были. На чего не смогла это ходить. То есть надо удалить последние зубы, да, и вставить челюсть. Она мне удаляла по одному. Сейчас по чайной ложке, да, как говорится. Ну да. Другим рядом со мной, сколько сидела это самое. Ему, значит, давайте удалим еще рядом. Давайте, он говорит. А мне, значит, всегда она боялась за меня. Чтобы за меня не отвечать. Я даже расписывала, что она не несет ответственности, если что со мной случится. Ладно. Ладно. Ребят, работы, в общем, много. Помогать будем долго. Да, Бабнин? А сейчас я был в Белоусовку, в Кубу поехала. Мы, говорит, до 90 делаем прививки. Да, ладно, мы здесь все сделаем. От ковида не будем ставить, в общем, да, прививку? От ковид не будем ставить? Подожди, ты убери эту саму. Это у вас диагноз тневмосклероз? Нет, это когда флюорографию делала. Ага. Это давно было? А? Давно было? Не помните? Год назад. Так, в этом году, так, где-то в апреле я, что ли, да, делала точно это. В апреле этого года? Да. Ага. Ровно через год мне Таня позвонила, у вас кончился этот, цена. Флюорографию надо делать. Ну, все, я ездила делать. Пневмосклероз. Вот эта пыль, которую мы убирали там, после шахтеров. Все, она... Ну, что, шахтеры здесь были? Здесь что, шахтеры были? Нет, ну, мы же там убирали где-нибудь. А, где вы работали? Ну, да, в Белоусатке. Я оттуда, да, все это? Нет, ну, вот так вот. И заработала пневмосклероз. Ну, а потом еще дезинфектором работала 10 лет. Это самое, хлоркой дышала, чтобы у вас пропадал. Так, ладно, Вавнин, я тогда поехал, да? Ребята, всем большое спасибо, кто помогает, бабе Нине. Завтра продолжим оказывать помощь. Все, всем большое спасибо. Завтра это... Ну, завтра анализы сдавать будем. С утра прям. А там дальше уже будем думать. А ты с ней переедешь? Да, я с ней приеду. А то я хотела это тогда, может быть, там бы я бы сдала бы. Где, в Белусовке? Ну, да. Да зачем туда ехать, когда можно здесь все на месте сделаем? Деньги уже выделены. Юля, большое спасибо тебе. Огромнейшее. Спасибо. Ну, все, всем пока, да? Всем пока! Ага, да, обязательно. Все, заберу все домой. Спасибо большое. Так, и эту булочку забери. Не будешь ее? Нет. Она вкусная? Нет. Ну, ладно, все. Она вкусная, я ничего не говорю. Ну, это самое не буду. И кефир забирай. Обязательно. Сильно жирный. В следующий раз привезут два с половиной, да? Да. Вон она стоит. Ну, все, всем пока, друзья.